Привет всем слушателям микроподкаста. Это второй эпизод, и мы сегодня начинаем записывать второй эпизод нашего интересного и нового подкаста. Начинаем! Добрый день, дорогие слушатели! Сейчас вы слушаете второй эпизод микропподкаста. Сегодня я буду записывать видео, и видео будет доступно на моем YouTube-канале. Если ты меня слушаешь через Spotify, тогда переходи по ссылкам в описании этого подкаста, и можешь посмотреть видео. Если ты меня слышишь через Amazon Music, то же самое можешь сделать. Если ты меня слышишь и видишь через YouTube, тогда я тебя поздравляю, друг мой! Ты тут, ты в YouTube, ты меня видишь, ты меня слышишь, все хорошо. Итак, давайте начнем сегодняшний подкаст с новостей о микрофонах, которые не вышли. Никаких новых микрофонов не вышли в этой неделе, и в прошлой тоже, поэтому я не записал в воскресенье подкаст и решил в этом подкасте вам рассказать про мою профессию. Кем я работаю и какие интересные истории произошли в последнюю неделю. Итак, давайте начнем! Я тут в течение недели записывал в моем блокноте, который мне подарили на работе, вот, Barcelona Global Public Transport Summit, когда происходил в Барселоне, это было 4 до 7 июня. Тут в Барселоне очень много разных ивентов происходит, это касается обо всем, от морепродуктов до транспорта. В общем, тут происходят ивенты, только в декабре вроде бы не происходят, потому что в последнее время я не замечал людей, которые приехали на какой-то ивент. Возможно, есть какие-то ивенты, но не очень глобальные, поэтому их не очень сильно заметно. Первое, о том, что я хотел вам рассказать, я хочу вам рассказать про последнее видео, которое я выпустил на этом канале. Это видео я сравнивал мою первую камеру Sony S750, старенькую камеру с моим айфоном, как они выглядели бы. Там очень прекрасно, прикольно получилось, там такая разница в качестве, то рекомендую посмотреть, а тут сейчас появится карточка, можете кликнуть туда и посмотреть этот ролик. Напоминаю, если ты меня слушаешь через Spotify, тогда тебе, друг мой, надо перейти на мой YouTube-канал, чтобы это все посмотреть. Второе, то, что я хотел вам рассказать, это со мной произошло несколько дней назад, в пятницу, если не ошибаюсь, в прошлую пятницу. В общем, стою я под светофором, красный свет, слушаю передачу и чувствую, что машина двигается вперед. Я вот смотрю вокруг, что тут происходит, и через зеркало заднего вида вижу, что там какой-то дед руками машет. Да, нормально, все, поезжай, поезжай, все нормально. Я, в общем, в шоке, я думаю, что тут происходит вообще. И включил аварийку, вышел из машины, выхожу, смотрю, Антон что-то говорит, я его вообще не слушаю, я подхожу к машине, хотел посмотреть, что там с машиной, там что-то разбил или нет, но оказывается, что ничего нет. Я потом, это, я ему, в общем, все нормально, молчи, и ушел оттуда, потому что странная ситуация. Не знаю, с кем-то такое случилось, это, это очень странно. Сидишь ты в машине, никто тебя не ударил, просто тупо кто-то тебя толкает в машине. Вот так, вот такое что-то со мной случилось в прошлую пятницу. Смотрите, какой прикольный у меня стаканчик, который мне из Диснейленда. Приехал в подарок. Давайте я вам расскажу, кем я работаю, и в те времена, когда я не записываю подкасты, не записываю ролики, ничего такого не делаю, которые вы видите, чем я занимаюсь. Я работаю в отеле. Я очень долгое время работаю как старший администратор. И у меня так много историй накопилось от этой работы с общением с клиентами, с ситуациями, с общением с какими-то сервисами, например, booking, который вы все знаете наверняка, этими сервисами. И я хотел бы поделиться с вами некоторыми информациями, историями, чтобы помочь вам, не знаю, наверное, предупредить вас, правильно говоря, как правильно надо делать, как не надо делать, чтобы не потерять деньги или не, не знаю, неправильно бронировать отель. Давайте я расскажу вам про несколько, ну, одно смешное, одна смешная, но и даже трагичное. То, что очень сильно трагично, я вам сейчас расскажу, сами судите. Прихожу я утром на работу, звонит мне директор, говорит, а ты знаешь, что случилось? А я только пришел, я вообще не в курсе, что случилось ночью, потому что, ну, я не 24 часа. В связи с отелем. В общем, рассказывает. У нас впереди отеля, вы, наверное, видели, у отеля впереди бывают стоянки, там на одну машину, на две машины. Оставляет клиент машину, забывает закрывать машину, и ночью заходит человек без постоянного места жительства, спит, потом просыпается, делает свои дела внутри в машине, а потом мы это все видим, клиент приходит, видит это все, звонив в полицию, полиция приходит, этого человека без постоянного места жительства убирают из машины, и после этого полиция смотрит, может быть, разбили что-нибудь, как открыли эту машину, там, замок или какие-то, есть следы слома или все такое. Они не находят, рассказывают, что, наверное, вы сами открыли машину, или, ну, наверное, вы сами не закрыли машину, поэтому вот и такое случилось. Но дело в том, что оказывается, что полицейские знали этого человека, который вот так делает, и это не первый раз, которого вытаскивают из машины. Это происходит в Испании. В последнее время в Барселоне такого очень часто происходит, поэтому будьте осторожны, когда приезжаете в Барселону, берете машину в аренду, или вы сами катаетесь на своей машине, тогда будьте всегда осторожны, всегда закрывайте машину, никогда не оставляйте свои вещи, то, что можно будет видеть снаружи. Я имею в виду на сиденье, ничего не оставляйте. Если даже сумка пустая, то сумку кидайте в багажник, ничего не оставляйте. Тут очень много взломов бывает, разбивают окна, чтобы ограблять машины. Особенно те машины, которые туристов, и местные номера, и плюс машины, которые в аренду берут. И о главной новости, которую я хотел вам рассказать тоже, это не официальная информация. Это мы получили эту информацию от... Есть такая фирма, я не знаю, как объяснить эту фирму. Эта фирма, наверное, как будто совет отелей, главный отель, там, где делится информацией всеми отелями Барселоны, называется Grammy Hotels. Я, честно говоря, не знаю, как эта фирма называется, но функциональность этой фирмы я до сих пор не понял. Может, они информативный портал или какая-то... Не знаю, это государственный портал, я не знаю. В общем, есть центральный отель, так будем называть, который сообщает время от времени про какие-то манифестации, про какую-то информацию, которая поможет нам во время работы. И в последнее время нам пришло сообщение, что будьте осторожны, booking взломали. Приходят клиентам разные смс и сообщения от имени отеля, но через booking. Объясняю. Когда вы делаете броню, вам приходят автоматические сообщения. Это не во всех отелях так есть, но есть отели, которые в конфигурациях делают рекламу там оставляют или хотят какой-то сервис продать. И когда вы бронируете, вам приходит автоматическое сообщение. То, что вы можете взять трансфер, можете улучшить свой номер, не знаю, там можете брать какой-то пакет, какой-то туристический экскурсии. Ну, в этом роде. У нас есть только активный трансфер. Первое сообщение, которое мы нашли и сразу удалили, это криптовалюта. Отправляли автоматические сообщения в крипто. Вы можете заплатить криптой. И второе сообщение, которое мы нашли, там было сообщение от booking, что ваш платеж не прошла. Но у нас так в настройках так в booking, что когда ты бронируешь у нас номер, ты должен или оплатить, или оставляешь данные карты, чтобы потом оплатить до 5 дней, вроде, когда остается до приезда оплатить. Или booking автоматически берет эти деньги, сука, карточки. Вот. И эти сообщения приходили к клиентам, они все звонили. О, что такое случилось? Почему у меня с картой какие-то проблемы? Я сразу позвонил в поддержку booking. Вот это, наверное, вот эта часть будет жалоба на booking. Я, честно говоря, не знаю. Это только в Испании или в других странах тоже хакеры, не знаю, хакнули booking. Или это какой-то маленький сбой системы. Но я рассказываю вам про Испанию. Я позвонил в booking, говорю, извините, что это такое. От нашей имени через ваш портал уходит сообщение клиентам с спам информации, там, где могут люди потерять данные карты, могут потерять деньги, или будут становиться жертвами мошенников, так сказать. Они, а, да, да, извините, это, возможно, у вас какой-то вирус, и этот вирус отправляет автоматические сообщения. А у нас профессиональная сеть, и есть администратор, который всегда следит, чтобы никакого вируса не было в нашей системе. И мы проверяли, еще раз посканили весь, все компьютеры, сеть, все. Никакого вируса нету. Это просто их, как сказать, как эту часть объяснить, что это, они так просто решили всем говорить, что если ты человек не очень сильно понимающий, тогда, тогда может... Это, извините. А, если ты человек не понимающий, тогда вот... Вот у тебя вирус-то сам виноват, грубо говоря. Ну, а потом мне дают телефонный номер, говорят, позвоните через этот номер. Там попросите, чтобы отправили всем клиентам массивное сообщение, что не обратите внимание на эти спам сообщения, там, где просят новую карточку или криптовалюту. Не обращайте внимания. Я говорю, хорошо. Я звоню туда. Наверное, 15 минут говорил по телефону и не смог объяснить человеку, что это ваша проблема. Это из-за вас такие проблемы. И, пожалуйста, отправляйте сообщение нашим клиентам. Они мне отвечают. Ищите у всех сообщений клиентов, у кого есть такие сообщения, и отправляйте им. Я говорю, такого невозможно, потому что у нас очень много сообщений, и на это уйдет несколько недель, чтобы найти все сообщения. Это невозможно все найти, потому что не все сохраняется. В общем, не смогли. Но, мне кажется, уже в несколько дней, как решили этот вопрос, потому что звонков больше нет никаких. Надеюсь, что никто на это не клюнул, грубо говоря, и никто не стал жертвой этих сволочев-мошенников. И так вот. И, наверное, я вам расскажу про новый вид. Он, наверное, не новый, но этот вид мошенничества связан с отелями, которые происходят, ну, возможно, два-три раза в год. Ищут взрослепшениста, который добрый, так сказать, хочет помочь, если нужно номер кому-то, дать номер по ценам, которые дает отель, конечно. И ему отправляют сообщения, звонят ему. А, у вас есть номер? Да, хорошо. Сейчас придут наши работники. Мы вам сейчас напишем через почту нашу карточку, данные нашей фирмы. И, пожалуйста, снимите деньги с этой карточки и дайте им номера. В чем тут мошенничество? Если дают номер карты, эти оплаты, они не... Сегуру... Ай, я вот забыл по-русски, как будет Сегуру. Эти оплаты... Оплата Сегуру, наверное... Ладно, давайте вот так объясню, потому что я забыл и не смогу вспомнить, как будет Сегуру. Сегуру, Сегуру, Сегуру. Итак, когда вы даете карточку, номер своей карточки и какая-то фирма берет у вас, снимает деньги со счета, вы можете пойти позвонить в банк, жаловаться. Я, честно говоря, не знаю, как в России или в других странах Сегуру, откуда вы меня слушаете и смотрите. Я не знаю, как у вас работает, но в Испании и в Европе так. Когда снимают деньги с карточки через номер без пин-кода, эта операция не Сегуру. В общем, не подтверждается 100%. Это может быть... Можно оспорить, в общем, этот процесс. Когда вспомню, тогда скажу, что будет, как это слово переводится. Итак, отправляют мейл, пишут, снимите карточку. Приходят два человека или один, или семья какая-то. Я не знаю, как с этими людьми работает, но, возможно, есть там другие схемы, которые мне не знакомы, но это я скоро узнаю и вам расскажу точно. Приходят эти люди, этот человек, этот ресепшенист, который не очень понял, что с ним сделали в этот момент, берет деньги, у него чек есть, им войс есть, все есть, все нормально, им дают ключи, они идут в номер, а в следующий день приходят. А можете нам дать еще два дня? Берите с этой карточки деньги. А эта карточка, она изначально была сворованная, потому что, когда воруют карточку, ночью, возможно, человек спит и не замечает, что с его счета уходят деньги в какой-то отель. И вот и так вот. Пока карточку не блокируют, их ты не можешь поймать, потому что ты же не думаешь, что это карточка, не какой-то фирмы. Что надо делать, чтобы избежать эту ситуацию? Всегда, всегда оплаты надо брать через пин-код. Надо, чтобы человек пришел с физической картой, оплатил, свой пин-код ввел, и в идеальном раскладе надо проверить еще и имя его, и имя на карточке, которая написана, они совпадают или нет. Потому что, когда не совпадают имена, возможно, это тоже украденная карточка. Они как-то узнали пин и пришли оплатить отель или в магазине, или, не знаю, ладно, магазин или отель. Другие места сложно, потому что онлайн покупки не смогут делать. И, наверное, только в физических магазинах это возможно. Итак, друзья, если есть кто-то, кто работает в ресепшене, кто работает в отелях и сталкивается каждый день с такими ситуациями, слушайте мои подкасты. Я не только про микрофоны буду рассказывать, и про эти ситуации тоже вам расскажу. И буду беречь вас от мошенников, которые пытаются каждый день честных людей обманывать. Итак, спасибо, что вы послушали меня до этого момента. У меня сложно записывать каждую неделю, но я попытаюсь почаще это все записывать. Буду запоминать все истории, которые происходят со мной в отеле, и буду рассказать вам. А потом выйдет один подкаст, там, где я буду давать вам советы, как выбрать отель, какие номера бронировать, и как фильтровать, чтобы вышла поэкономичнее ваша бронь. Спасибо, друзья, что послушали до этого момента. Я Роберт, вы слушали микро-подкаст. Подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на мой YouTube-канал Spotify, Amazon Music, и мы скоро услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok